Вот сегодня мы лучше всех умеем воевать. Вот наше оружие должно быть везде, и оно пользуется спросом. И мы должны навязывать миру, значит, наш вариант завершения конфликтов. Мы не начинаем их, но они их начали везде. Мир без войны не может. Русские ни в чем не виноваты. Мы действительно хотим мира, но нас заставляют воевать, и мы будем воевать и побеждать. Это духовная скрепа. Запорожье сегодня в аутсайдерах и в такой просто серой зоне. Это рабы-рабов. То есть, если вся Украина, временно оккупированная территория бывшей Украины, оккупированная сегодня, находится под внешней оккупацией, легализованной через хунту, то, например, Запорожский регион – это худший из рабов. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok За батюшку, ёпта! Ребята, это говорит. За батюшку! Укра продолжают обстреливать Донецк. Северная часть Донецка была обстреляна буквально позавчера. И вообще ни одного дня не проходит без того, чтобы не было провокаций со стороны киевской хунты. Поскольку нам известно, еще в Краматорске хунта применила против нас бомбы. Бомбила район аэродрома. И кроме того, город Славянск, абсолютно мирный город со сотысячным населением, полностью окружен войсками киевских нацистов. И они в несколько колонн выстроили бронетехнику, собираются наступать на город Славянск. То есть, по всей видимости, господин Турчинов решил стереть город Славянск вместе с его жителями и построить там новую правильную нацистскую Украину. Баю-баюшки, баю, спи, параша, мать твою. Глазки поскорей закрой, чтоб приснился сон такой. Из могил встает народ, тот, что ты убил, урод. Все идут к тебе толпой, чтоб нарушить твой покой. Спасибо. Как вас зовут? Екатерина Владимировна. Спасибо, Екатерина Владимировна. А вы скажете два слова мне? Ну нахер. Отец. Ну ты видел? Видел? Отец, подумайте о ней. О, блядь. Да, я в поддержку Владимира Путина. А вы скажите, пожалуйста, я вам такой... За суверенитет вашей Родины. Я вам задам такой вопрос, который вы не ожидали. Вот Владимир Владимирович, да, Путин, и он какие-то ракеты, танки. Это что, Украина, Россия, страна агрессор, что ли? Нет, это встудилось в защиту нашей Родины. Вы что, не знаете об этом, что ли? Именно военная техника нам помогает защищаться. То есть Владимир Владимирович проводит такую политику? Держава была сильная. Чтобы Россия могла защитить и себя? Да, себя и... И наших соседей. И наших соседей. Спасибо вам большое. Глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе Кравчук. Он учится стрелять по русским, по москалям. Причем из ружья Геринга. Правая рука Гитлера и этим гордится. Второй раз за сутки он угрожает нам. Что все это значит? К чему он зовет? Такой колоссальный фейкомет, да? Вот все, что там происходит в медиа. Сейчас теракты идут в Европе и будут идти по всей. И нам это выгодно. Пусть они подыхают и погибают. Чего вы все ждете? Давайте мы с вами будем. Пусть они к нам идут и просят нас. Вот как вы это прокомментируете? Я серьезно вам говорю? Это духовная скрепа. Любой политик, который не осудил преступления киевского репрессивного режима, не может считаться ни сторонником свободы, ни сторонником демократии. Поэтому они противники, враги свободы и демократии. Потому что мы знаем, что киевская репрессивная хунта, она сделана прежде всего для удара по России. Потом поддерживая ее, они, естественно, поступают против России. Икона, икона шикарная. Привет, здравствуй. Вперед, вот рядом. Володя, кажется, нельзя. Вот там, привет, привет. Так, пойдемте. Ад сошел на землю, и сатана наслал на нас своих исчадий. Я надеюсь, что его идеи живы в людях, и благодаря этому нам удастся одержать. Победа чего? От фашизма. От воспрянувшей вот этой бандеровской нечистью, которая пришла убивать наших детей, наших стариков, женщин. Сегодня мы открываем первый в Донбассе памятник генералиссимусу Иосифу Виссарионовичу Сталину. Имя этого человека очень знаменательно для нас, так как народ Донбасса встал на защиту интересов русского мира. Впервые в более чем 100-летней истории наша партия ставит в таком широком аспекте русский вопрос, ведь сейчас каждую минуту на глазах у всего мира и при умолчаливом участии исчезает великая нация. Уходит самобытный космический народ тысячи лет, прилагающий мир уникальные варианты развития. Вы думаете, вы под именем Сталина, может, победите? Если Великую Отечественную с его именем на устах выиграли. Почему сейчас? Это единственный человек, с именем которого действительно можно погибнуть в бою без сожаления. Главное, чтобы Родину спасти. А в Новороссии многие поддерживают Сталины? Ну, есть разные. К нам, конечно, больше Путина приедет. Ведь по большому счету, если бы Россия не говорила и не показывала, что она может привести, так сказать, вежливых человечков, нас бы вырезали намного быстрее и жестче. И мы это прекрасно понимаем. Да и слышим это от того же правосектор у нас в Одессе, как они боятся того, что Путин ведет войска. Вы что, не знаете об этом, что ли? Это единственное, что их сдерживает от полного геноцида. Так что западные СМИ могут говорить все, что угодно, но люди Путину благодарны за то, что у нас пока еще не всех вырезали, не всех убили, не всех отвели в гетто, как говорят правосеки. Это полный идиотизм. Матери городов русских в Киеве подожгли под диктовку американских спецов и европейских дипломатов, подожгли бандеровцы, власовцы и лесные братья, которых не добили в 45-м и 50-е годы. Это опасная проказа коричневая и оранжевая чума. Впервые за многие годы приблизилась и к нашим городицам. Ведь Россия – это жемчужина в раковине, которая находится у Бога в руках. Россия – это удел Отча Небесного, Богородицы. Была, есть и будет единственная в мире страна, единственная в мире на планете Земля, которая только под покрывалом Бога. Поэтому только исходит добро, счастье и мир. Было, есть и будет. Россия – это матушка наша. Владимир Владимирович Путин, Владимир Красносолнышко – это наш батюшка. И мы гордимся, что у нас есть такие красивые, умные, добрые родители, которые нас защищают и будут защищать. За это им низкий поклон. Но Запад все изворачивает под руководством Америки. Гнайника на земле, которой Америка уже идет к закату. А у России восход на планете Земля, подъем, возрождение идет. И на Украине, я даже не могу это назвать, нет Украины. Во главе стоит американо-фашистская бандеровская власть. Мы знаем, что там творится. В святую святынь зашли. Киево-Печерская лавра. Забирайте мощи. Все восстановится на свои места. Восток, держись. Русские, держитесь. Русичи, на всей этой же Украине, держитесь. Сатана восстал, но ей скоро конец. Почему мы гордимся Россией? Потому что Россия сильная страна. Одна из самых мощных армий в мире. Первое место по запасам ядерного оружия. О-о-о-о! О-о-о! 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 Субтитры создавал DimaTorzok